Здравствуйте! Вы смотрите новости Венсполса. В эфире Курзманское телевидение и в студии Татьяна Саксаганская. Руководители латвийских больниц отказались встречаться с Министерством здравоохранения Ингридой Цирцины. На данном этапе руководство больниц готово обсуждать насущные проблемы только с Валдесом Домбровскисом. Региональные больницы считают, что к ним не прислушиваются и правительство не выполняет данные ранее обещания. Латвия – единственная страна, где ограничено оказание неотложной медицинской помощи. По мнению Всемирной организации здравоохранения, на сферу здравоохранения должно выделяться не менее 5-6% от внутреннего валового продукта. Только тогда система здравоохранения эффективна. В Латвии сейчас выделяется 3,2% от ВВП. Медики считают, что оказание медицинской помощи в регионах страны находится под угрозой. Жизнь может начаться сначала в любом возрасте. В этом убедилась и венсполыщанка Ленеттенейталы. Ленеттэ была вынуждена оставить работу по состоянию здоровья, но ни дня она не оставалась без дела. По воле судьбы женщина приняла участие в проекте, освоила новую профессию и теперь помогает людям восстановить и укрепить здоровье. Ленеттенейталы много лет проработала в детском саду «Синичка». Проблемы со зрением заставили ее задуматься о том, что жизнь надо менять. Инвалид второй группы по зрению Ленетт вот уже месяц работает в венсполской поликлинике массажистом. Такой поворот событий произошел благодаря проекту, осуществляемому венсполским обществом незрячих в сотрудничестве с Латвийским обществом незрячих, Министерством благосостояния и Европейскими фондами. В рамках этого проекта незрячие и слабовидящие люди осваивали различные навыки. Например, члены венсполского общества незрячих изучали английский язык, психологию, посещали курсы флористики. В рамках этого проекта были обучены три собаки-поводыря. Ленетт посчастливилась попасть на курсы массажистов. Только завершив работу в детском саду, сразу же Ленетта отправилась на учебу. Удивительно! Я проработала в детском саду 17 лет, а мне всегда хотелось помогать людям. Я еще когда работала, дополнительно училась. Закончила Академию целительства и очень хотела помогать людям. Но училась я тогда чисто для себя. С людьми мне тогда не хотелось работать. Да, я помогала, но помогала только близким и друзьям, которые этого хотели. Ленетта делает массаж и младенцам, и взрослым, принимая каждый день около шести пациентов. Когда я была на практике, которая длилась три месяца и проходила в реабилитационном центре Вайвори, в день мы принимали 10 человек. Мы практически работали. Массажисты, которые за нас отвечали, посмотрели, как мы работаем, и поняли, что нам можно доверять, что мы можем работать. Сейчас мне нравится эта работа, признается женщина. Хотя массаж забирает много энергии, и часто сил не остается после работы не из-за физической нагрузки. Я применяю физическую силу, и я очень чувствую людей. Поэтому мне нравится массировать младенцев. С ними я общаюсь через прикосновения. Мне не надо им ничего говорить. Ленетта не назовешь особо разговорчивой. Эта скромная женщина преодолела себя, чтобы начать новую жизнь. И теперь об этом она ни капли не жалеет. Когда я пошла учиться, я не была готова массировать. Я пошла и думала, что я делаю. Нельзя в этом признаваться, но мне не нравилось прикасаться. Мне больше нравилось ощущать энергию человека. Но когда я всему научилась, поняла, что к чему, я смогла все это соединить. Я поражена Ленеттой. В таком возрасте кардинально изменить жизнь – это требует огромных сил и смелости. Я рада за нее. Пока Ленетта делала массаж, мы поговорили о том, насколько важно проходить курс массажа каждому человеку. Особенно тем, у кого сидячая работа. Будь то работа за компьютером или работа водителя. Есть люди, которые приходят в профилактических целях. Они следят за своим здоровьем. Курс надо проходить два раза в год, по 10 раз. Массаж улучшает кровообращение, обмен веществ, отток лимфы, мышцы расслабляются, снимается напряжение. Люди не осознают ценность массажа, а ведь ценность его не только в том, что он позволяет снять напряжение, усталость, стресс, но и в том, что он активизирует собственные защитные силы организма. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. С четверга, с 12 сентября, будет восстановлено движение общественного транспорта на перекрестке улиц Кулдыгас и Лауку. Также будет обслуживаться автобусная остановка автостанция. Дополнительную информацию можно получить у предприятия Венсплс. Начиная с 1965 года, когда праздновалось столетие Райниса, Союз писателей Латвии ежегодно проводит Дни поэзии. Это своего рода международный фестиваль, ставший визитной карточкой культурной жизни Латвии и праздником для участников Дней поэзии, для слушателей во всех концах страны. Ведь Дни поэзии проходят не только в Риге, но и по всей стране. Ежегодно в сентябре организуются встречи с поэтами, презентации поэтических сборников. Обширную программу предлагает в Дни поэзии и Венсплс. Каждый день этому событию посвящены различные мероприятия. Например, только сегодня в рамках Дней поэзии в различных местах города прошло семь мероприятий. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы поинтересоваться отношением венсплсчан к поэзии. Каких поэтов они помнят и почитают. Я уже как-то сказку ее знаю, а в ней во рту. Помните, идет бычок качается, вздыхает? Да, это мультфильм «Как-то так». Вообще, небольшой любитель поэзии. Да вы что, серьезно? Да. Вспомнить его много, конечно, из школы еще. Ну, например. Пушкин, Лермонтов, Есенин и так далее. Целую кучу можно вспомнить. Могли бы процитировать какой-то стихий или нет? Ну, из Пушкина, конечно, в школе-то учился. Я помню «Чудное мгновение», это все знают. Лермонтов, Бородино. Скажи, что дядя ведь не даром. Москва, спаленная пожаром. Нет, в голове еще много осталось. Но я не любитель поэзии все равно. Могли бы поэзии все равно. Ну, я не любитель поэзии. Но мне очень нравится. Ну, я не любитель поэзии. Ну, я с вами, который у школы учился. Аспазия, Райнис. Я сегодня давно, я тут стихий на рабочи говорила. Вемни могла любить. Варбот, латвийский нудцет. А, да. Денис, манта. А клакс тигала недзиеди, пи-мана лога сейреги. Ман ритагри я цели. Ман сауле наутайс изстабас. Пушкин, Блок, Лермонтов. Кто у нас еще писал стихи? Много, да. Это уже хорошо. А вот так сразу процитировать какое-нибудь стихотворение? Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ну, я, Райнис. 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 Ну и мой любимый, конечно, Пушкин, Есенин и стихи Твартовского мне тоже нравятся. А могли бы что-нибудь процитировать? Не важно, от чьей стихи. Нет, ну это сразу же банально, но мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занимок. Он себя заставил и лучше выдумать не мог. Маршак, Вознесенский, Дементьев, по-моему. Отлично. А вы? Не знаю. Не помните, так сразу на ум не приходят. А может быть могли бы процитировать что-то? А? И Есенина, да? Да, процитируйте, пожалуйста. Это, ой, как-то неудобно. Да нет, это очень удобно, пожалуйста. Пушкина, да унылые пора, очи, очарования и так далее. Для себя мы сделали вывод, что утверждение Пушкин – наше все верное. Хоть какую-то строчку из творчества этого поэта, но каждый русскоязычный вспомнит. На втором месте за Пушкиным стоит Лермонтов. Но это в основном благодаря полученным в школе знаниям, так как большинству на ум сразу приходят строки из Бородино. Среди латышскоговорящих ценителей поэта лидируют поэты Райнис и Аспазия. В целом большинство опрошенных нами поэзией не интересуется. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Многолетние ожидания горожан и особенно прихожан Венсполского православного храма святителя Николая наконец-то вознаграждены. Церковь, которая за свою более чем столетнюю историю никогда не знала капитального ремонта в ближайшие 2-3 года полностью преобразится. Ремонтные работы начались чуть больше месяца назад. На данный момент все внимание направлено на перекрытие ремонт крыши, поскольку она пребывала в очень скверном состоянии. По оценкам специалистов, к началу ремонта несущая способность крыши сохранилась всего на 20%, что в любую минуту могло грозить большой бедой. Ремонт, разумеется, стоит немалых средств. Пока фактически средства, о которых мы можем говорить, это средства на те работы, которые уже производятся. Это капитальный ремонт крыши. Всей крыши, всех перекрытий для жертвователей было двое. Одна сторона, скажем так, основное количество средств – это компания «Энтак Балтикол», которая осуществляет в данной ситуации большую часть финансирования ремонтных работ, которые касаются крыши и перекрытий. На часть средств была найдена, если так можно сказать, у частного благотворителя. Наверное, чтобы его не смутить, я не буду называть его имя, но могу сказать, какая работа будет совершена при его помощи. Шатер-колокольня. Кроме ремонта кровли будут установлены четыре малых купола, которые были отреставрированы около пяти лет назад и с тех пор ждали своего часа. И шатер-колокольня, называемый так по его характерной форме. Он будет сделан по-новому, потому что для того, чтобы восстановить исторический облик храма, нужно поменять обязательно покрытие крыши колокольни. Конечно же, требуется замена некоторых несущих конструкций, потому что это реставрация, и элементарно нужно поменять несущие балки, которые пришли в негодность. И решение будет, точнее, архитектурная задумка, она будет исполнена другим материалом, который достаточно качественно сможет помочь в исполнении этого архитектурного решения. Я хотел бы сохранить интригу небольшую. Все-таки хотелось бы, конечно же, не говорить о том, как это будет, только сказать о том, что это будет особенно. А каждый пришедший в храм месяца через полтора сможет увидеть, как же это получилось. Сохраняя интригу, можно сказать лишь, что шатер будет сделан из прочного сплава, способного простоять, по заверениям специалистов, лет сто. К тому же, как оказалась такая конструкция вершины колокольника Квенсполсы – большая редкость. Архитектурное решение, которое найдено для шатра, оно в некотором смысле уникальное. Оно было реализовано при строительстве нашего храма, но встретить какие-то аналоги в мире будет очень сложно. Я знаю, ну достоверно знаю, что в России, если я не ошибаюсь, есть еще один храм с такой же крышей колокольной. Но вот других аналогий я привести, наверное, не смогу. Вообще, фактически, на храме должно быть семь куполов. Сейчас, после установки малых куполов, можно будет насчитать шесть. И в процессе ремонтных работ будет восстановлен еще один купол, который полностью утерян. Он будет маленьким, небольшим. Купол над алтарем, прошу прощения. Венсполское самоуправление не осталось в стороне от ремонтных работ в единственном городе православном храме. Реальную помощь, самоуправление, помимо гуманитарной помощи, если так можно назвать, помимо помощи в организации, помимо очень тесного сотрудничества, кстати говоря, очень положительного, потому что все вопросы, которые касаются Венсполской думы, они проходят согласование практически мгновенно. Вот, где мы не задерживаемся, так это как раз-таки вопросы согласования с Венсполской думой. Так вот, помимо этой гуманитарной помощи, фактической, такой помощи думы, исполнения ее прямых обязанностей, очень качественного исполнения, будет еще и финансово. А конкретно Венсполская дума финансирует замену окон во всем храме. Ремонтные работы идут полным ходом и пока даже с небольшим опережением графика. На данный момент в храме ежедневно работают от 8 до 12 строителей. Генподрядчик наш – это Остасцелтникс, и фактически работы осуществляют они. У них есть субподрядчики, которые занимаются укладкой кровли, укладкой покрытия крыши, но генподрядчик – это Остасцелтникс. В течение ближайших двух-трех лет планируется отремонтировать и отреставрировать весь храм полностью. Построен он был нашими латвийскими мастерами. Это был наш почти венспилский столер и наш кузнец из Юркова, работы которого, кстати говоря, тоже можно встретить и венспил. А впоследствии – наружная и внутренняя отделка. Поиск средств на последующие этапы начнется позже, когда будет утверждена смета и вопрос решится на попечительском совете. А тем временем, несмотря на развернувшееся строительство, церковь святителя Николая работает в привычном режиме. Храмы закрываются только тогда, когда бывают страшные гонения на церковь, и храмы закрывает государство. Фактически, если храм имеет свободу совершать богослужение, если храм имеет свободу открывать свои двери, то, конечно же, он открыт. И, соответственно, несмотря на ремонтные работы, наш храм открыт так же, как он открыт был до ремонта, и как открыт будет и после ремонта. Каждый день, если нет богослужения, то с 9 до 5 в храм можно прийти, можно помолиться, можно поставить свечу. И для тех, кто пожелает произвести таинство крещения эльвенчане, единственной помехой станет только небольшой строительный шум. Юлия Костенко, Андрей Кулыгин, Курзамская телевидение. Спустя пять лет, к очередному юбилею, Илва Бунтика подготовила выставку. И в этот раз это не живопись, а взгляд Илвы на жизнь через объектив фотоаппарата. По мнению автора, фотография способна отразить мельчайшие детали того, что нас окружает в конкретный момент. В выставочном зале главной Венспольской библиотеки начала работу выставка фоторабот Илвы Бунтики под названием «Фото мгновения. Открытые окна». История, конечно, началась в Дальней Италии, когда я просто три года ездила в Италию, и мне привлекали итальянские окна, как я могу сказать. И потому в этой выставке есть маленький такой уголочек, именно посвященный итальянским окнам. Ну и исходя этого, я тогда уже думала о выставке, а в этот раз получилось, что столько еще интересных вещей вокруг, что хотелось показать еще побольше. Окна, за которыми спокойно протекает или бурлит страстями чья-то скрытая от посторонних глаз жизнь – одна из любимых тем Илвы. Однако выставка объединяет сразу несколько сюжетов. Здесь и цветы из родного сада, и любимая собака, и лошади, и роскошные пейзажи. Это тема практически моей жизни. Это все фрагменты, когда в жизни что-то очень привязывает, то тебе хочется это впечатлить. Ну, я, конечно, это ловлю на фото, и потом появляется момент, когда ты можешь всегда об этом самом хорошем, прекрасном вспомнить. Выставка действительно объединила все, что связано, что мне интересует, что я люблю. И фрагментально я показала то, что, может быть, в будущем я какую-то тему и выберу из того, что у меня есть, и как бы уже другой тематикой выступлю. Если, конечно, сегодня всем понравится и будет приятно увидеть мои работы, то я это еще сделаю. Привлекают внимание несколько черно-белых фотоколлажей, на которых запечатлены события давно минувших дней. Это обработанные фото из семейного архива Илвы. Здесь ее родные люди – бабушка, дедушка. Эту тему автор планирует развить в будущем. Это будет, наверное, другая выставка. Это будет называться «История в упаковке», потому что очень много старинных домов в Энспелсе сейчас в таких зеленых упаковках. Но эти все дома, они связаны с историей, с людьми. И практически самые близкие люди, конечно, сперва будут мои родные, которые, ну, как говорится, тоже здесь жили. И находя в альбомах их фотографии из нашего города, как они ходили, как впечатлили в какой-то момент, я стараюсь это немножко собрать и уже подать в другом варианте, в другом формате. Эти очень хорошие фотографии, особенно у меня хорошие чувства вот насчет этой фотографии, которая в Энспелсе снята когда-то. И там дедушка Илвы на улице в Энспелсе. Очень такая, ну, да, редко бывает. Фотография для Илвы – просто хобби. На лавры профессионального фотографа она не претендует и, тем паче, отнимать у них хлеб не планирует. Однако сами фотографы оценили ее творчество весьма высоко. Я бы на 9 точно, да. 10, я думаю, никто не снимает. Но на 9, да. Особенно эта техника и, ну, все буквально, то, что она нашла, да, могла увидеть вообще, можно так сказать, что самое главное вообще фотографии – это увидеть, а потом уже отснять. Поздравить автора с открытием выставки, которая, к тому же, оказалась приурочена к юбилею, пришли коллеги и друзья. И, конечно, самый близкий человек – мама, которая не скрывает гордости за дочь. Обязательно горжусь, потому что такой помощи, какой я получаю от нее, она мне только единственная дочь, да, так что, извините, ждали парня, родилась дочь. Не жалеете? Я не жалею. Муж, конечно, был против и переживал, но я думаю, что такая, как она сегодня, мы можем гордиться только. Дальнейших хороших успехов и, да, и еще какую-то интересную выставку, конечно. Но то, что сегодня столько друзей, столько добрых глаз и столько лиц, я очень благодарна всем от души, огромное спасибо. На выставке представлены порядка 40 фотографий. Оценить творчество Илвы Бунтики можно до 5 октября. Юлия Костенко, Андрей Кулыгин, Курзамская телевидение. В Венсполском музее в замке Ливонского ордена до 15 сентября еще можно посмотреть выставку Кампай. На выставке представлены миниатюрные предметы, которые используются при церемонии питья саке. Саке – это не просто напиток, это наследие и многовековые традиции Японии, которые передаются из поколения в поколение и уже не одно тысячелетие. Кампай переводится «пей до дна». Наливается саке из маленького керамического кувшинчика такури в небольшие чашечки чоку, рассчитанные всего на 2-3 глотка, поэтому выпить до дна совсем нетрудно. По правилам саке принято наливать непосредственно перед каждым тостом, а наполнять свою чашечку самому считается дурным тоном. Каждый предмет – произведение искусства, созданное из тончайшего фарфора или лакированного дерева. И у каждой чашечки или кувшинчика свой смысл. Саке используется и в различных ритуалах. Например, это необходимый атрибут при заключении брака. Выставку дополняют оригинальные японские гравюры и женские пояса. Большая часть представленной экспозиции – коллекция историка Армонда Вьюбса. Настало время сбора урожая яблок. Казалось бы, невысокие деревца дают порой обильный урожай, такой, что ломаются ветви. У владельцев садов нередко возникает вопрос, как сохранить или переработать осенние дары. Многие с радостью готовы делиться с другими, выросшими в приусадебном саду яблоками. Управляющий оленем парком Адам Гринбергс, пенспелчанам, встретившим в этом году богатый урожай яблок, обращаются с просьбой подарить лишние яблоки венсполскому оленевому парку, обитатели которого – олени и дикие свиньи – с удовольствием примут вкусное угощение. Если вы готовы откликнуться на просьбу, о своем желании сообщите, позвонив по телефону номер 29102584. Ежедневно управляющий парком готов лично отправиться по адресам на территории города, чтобы собрать подготовленное вами угощение для четвероногих друзей. Убедительная просьба не собирать и не посылать постояльцам оленевого парка испорченные или гнилые яблоки, огурцы и прочие осенние дары, потому что у животных могут возникнуть проблемы с пищеварением. Управляющие и четвероногие питомцы заранее благодарят венспелчан за отзывчивость. Традиционно контингент учащихся вечерней школы – это те, кто стараются совмещать учебу и работу. Но в венспелсе занятия в вечерней школе посещают и дети цыганской национальности. Так называемые этнические классы сейчас преобразованы в дневные классы начального образования. Такая практика в венспелсе действует уже много лет, но сейчас существование этих классов находится под угрозой. В далеком 1987 году инициатива создания цыганских классов исходила от военного комиссариата с целью научить детей читать и писать, чтобы в последующем их можно было призвать на службу в советскую армию. Венспел с давних пор своим местным жительством выбирали цыгане, и несмотря на то, что в начале 90-х они массово перебирались в Россию, а в последующие годы из страны Европейского Союза, цыганские семьи по-прежнему живут в венспелсе. На данный момент около 70% из них имеют статус безработных и являются постоянными клиентами социальной службы. Постепенно представители общины начинают осознавать ценность образования, но тем не менее процент неграмотных по-прежнему велик и среди детей, и среди взрослых. В какой класс вы идете? Я в третий хожу, а я в четвертый. А сколько вам лет? Мне 15, а мне 12. Почему вы выбрали эту школу, а не другую? Мне нравится эта школа, здесь все мои учились, и моя мама тоже. Проводя мониторинг в венспелсе, омбудсмен Латвийской Республики протестует против самого существования цыганских классов. По его мнению, дети в подобных классах не получают качественного образования, и к тому же их изолируют от общества. Омбудсмен считает, что обучение в этнических классах не дает положительного результата, тем более, что число учеников последние годы сократилось. Педагоги, работающие в этих классах уже более 20 лет, считают, что этот вопрос нельзя рассматривать, оторванный от реальной жизни. Первоклашки, впервые открывающие дверь школы, зачастую уже давно не семилетние малыши. И обычно этим детям требуется как минимум два года, чтобы овладеть тем объемом знаний, которые уже имеют их сверстники в других школах. Здесь они не ощущают дискомфорта, даже когда в классе сидят дети, разница в возрасте, между которыми 7 лет, а иногда и больше. Менталитет их отличается, но они прекрасные дети, они очень отзывчивые, они хотят, чтобы на них обращали внимание, чтобы их любили. Не секрет, что в семьях у них обстоятельства по-разному складываются, но они приходят в школу и раскрываются. Дополнительная проблема – знание латышского языка. В лучшем случае дети знают несколько разговорных фраз. Чтобы решить этот вопрос, учителям пришлось овладеть курзунским диалектом цыганского языка. Дети в восторге от того, что вы знаете цыганский язык? Да. Как вам удается объединить детей разного возраста в одном классе? Вообще трудно это сделать, но с годами мы уже разработали методику, но все равно это очень трудно. В Венсповской вечерней школе дети цыганской национальности впервые в жизни берут в руки пластилин, цветные карандаши. Но в отличие от других школ, нисколько этого не стесняются. За 25 лет существования цыганских классов вечерняя школа заслужила хорошую репутацию и среди родителей. На учебу своих детей привозят и бывшие выпускники. Здесь нам не так много денег приходится тратить. У нас работы нет, ничего нет. Дешевле обходится обучение в этой школе. Здесь по национальности не различают. У меня в руках письмо, в котором написано, что эту школу надо закрыть, потому что дети цыганской национальности здесь чувствуют себя плохо. Это правда? Нет, здесь очень хорошо, очень хорошо. Если закрыть школу, то что же здесь останется? Пусть они как ходят, так и продолжают ходить в эту школу. Нам хорошо, им хорошо и всем хорошо. Я ходила в эту школу и хочу, чтобы моя дочка тоже ходила бы в эту школу. Сколько лет вы здесь учились? Десять лет. В школе они учатся только на латышском, и это хорошо. Книг таких на цыганском языке вообще нет. Мы не можем оценить свою работу, например, назвав победителя Олимпиады, или оценить свою работу чрезвычайно высокими результатами на экзаменах. Но я считаю, что самое существенное и важное – то, что происходит в душе у ребенка. Я однозначно уверен, если мы, послушав аргументы омбудсмена, закроем эти классы, то общее количество детей и национальности рома, посещающих школу, существенно снизится. Это стало бы явной потерей, и это было бы неправильно. Несмотря на критику омбудсмена Латвии, Венспольское самоуправление не закрывает эти классы. Хотя каждый учебный год примерно 15% цыган учебу бросают. Видимо, необходимость образования пока не стала очевидной для курзамских цыган. Юлия Костенко, Гонда Порница, Иншоцыч, Курзамское телевидение. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова